Если эпилепсию пустить на самотек, это может привести к серьезным расстройствам, нарушениям речи, памяти, замедлению умственного и физического развития. Первый приступ – это повод обратиться к врачу. Специалист назначит обследование. У детей на первом году жизни самое первое, что мы всегда просим сделать, это нейросонография или УЗИ головного мозга. Оно проводится через большой родничок. Всегда просим сделать на первом месяце жизни первое УЗИ. Оно необходимо, чтобы заподозрить какие-то аномалии нервной системы, а также возможно, что во время беременности или родов произошли патологические процессы в головном мозге, например, минимальные кровоизлияния внутрижелудочковые или какие-то воспалительные процессы. Также мы на УЗИ можем определить структуры головного мозга и посмотреть, как они изменяются. Электроэнцефалограмма – это запись с поверхности коры головного мозга. Она очень эффективна для определения судорожной активности в головном мозге. Электроэнцефалограмма – это с поверхности головного мозга. Пишутся на улице электроды в специальном порядке. То есть это пишется не одна как кардиограмма кривая, а пишется сразу несколько. Слобных долей, стеменных, затылочных и свисочных долей. Правое и левое полушария. То есть мы сравниваем, как в каком полушарии, во-первых, эти волны формируются. В каждом возрастном периоде своя кривая формируется. Мы смотрим, чтобы они были, например, симметричные, чтобы не появлялись какие-то патологические элементы. Продолжение следует...